Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале, устраивайтесь поудобнее, обязательно наливайте себе что-нибудь вкусненькое, потому что у нас сегодня с вами будет распаковка. Но распаковка не отдельного аромата, а распаковка сразу целой посылки. Я, конечно же, ее уже открыла и поделилась вчера с вами в телеграм-канале. Некоторые из вас даже посмотрели, сколько у меня тут всего интересного. Кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь, я все ссылки всегда оставляю в инфобоксе. Посылку я получила с сайта Рандеву, поэтому оставляю свой промокод 10Павлова, который поможет вам сэкономить 10%. Не забывайте, что сейчас на сайте много различных предложений интересных, действительно, скидок, преддверий праздников, сами понимаете, поэтому желаю вам приятных покупок. Ну а мы с вами начинаем. Я поближе, вам видно коробочку? В этот раз я заказала не только парфюмерные радости для себя, здесь есть и несколько косметических средств, поэтому давайте с них и начнем. Я увидела, что все хвалят вот этот шампунь Олин, ни разу, ни разу не покупала, не знаю. Это шампунь для волос с кератином, протеином, шелка и много на него положительных отзывов. Шампунь и бальзам. Нет, не бальзам, это кондиционер. Да, кондиционер для волос. У меня нет какой-то определенной линейки, которой я постоянно пользуюсь. Ну, знаете, я в поисках. Вообще, я всегда пробую. У меня, на самом деле, очень чувствительная кожа головы. И зимой, как правило, я вообще покупаю какие-нибудь шампуни. Ну, я сейчас вам покажу. Я тоже заказала классный шампунь, который мне очень нравится. Вот он. Я уже второй раз его заказываю на Рева. Эти шампуни, они специализируются вот у кого есть предрасположенность к сухости кожи головы, ну, к различным, там, я не знаю, перхоти, не перхоти, а вот все, наверное, сталкиваются. У нас сейчас такая вода, у нас отопление. Его достаточно один раз в неделю применять, и все, будет вам счастье. И, в принципе, меня устраивает. Я немножко другой в этот раз взяла. Ну, попробую его. Этот на каждодневной основе можно использовать. А до этого я брала там вообще один раз в неделю. И он как маска. Такой его наносишь, 15 минут надо ждать. Ну, в общем, вот такой вот шампунь взяла тоже для себя. Итак, что тут у меня еще? Да, я в телеграм-канале показала вам, что я заказала аромат от Джумалон, который называется Wood Sage and Sea Salt. Смотрите, какое красивое оформление. Вообще, нужно отдать должное, но я уже об этом говорила, что в плане маркетинга у Джумалон все в порядке. Я думаю, что многие на это и клюют. Это действительно привлекательно, очень смотрится. Вот я сняла бантик, теперь вот такой вот сверху чехольчик снимаю. Оформление, посмотрите, какое красивое, да? Ну, такое вот, не знаю, мне нравится. И вот такой вот небольшой формат у меня. Это, по-моему, 30-20. Сейчас я скажу вам точно, сколько это миллилитров. Это 30 миллилитров, да. Вы знаете, что у меня не особо складывается с этим брендом отношение. Вот предыдущий аромат я бы, допустим, продала. Груша и Фрезия. Я продала, я не могу, он на меня не сел. Он выдавал мне какую-то ноту, которая меня просто раздражала. Вот этот парфюм... Почему я удивилась, кстати, вот я когда распаковывала в Телеграм-канале, удивилась, что я его все-таки заказала. Я его, по-моему, на бонусы уже в последний момент. У меня там было сколько-то бонусов. Я добавила и кинула себе просто в заказ. Поэтому я забыла, что я его заказала. И я очень долго думала. Ну, знаете, когда не очень-то и хотелось, вот так получилось, что вроде заказала и забыла. Этот аромат я ранее тестировала. И он мне понравился, на самом деле. Вот на лето такая вот плевашка, если бы еще не его стоимость. Здесь заявлен шалфей, заявлена морская соль. Вообще аромат такой цитрусово-пряный, но очень легкий. Сделала его Кристина Жель. Сейчас я распылю. Знаете, такая история цитрусы от Дольче Габбана, но на таких минимальных оборотах. То есть аромат очень быстро с меня слетает. Все равно он слетает. Ничего я поделать с этим не могу. Но я думаю, знаете, вот такой вот формат держать в сумочке летом, когда очень жарко и вообще не хочется парфюма, вот мне кажется супер. Я знаю, что у него много поклонников, у этого аромата. Но он действительно такой, ну, знаете, вот приятный. Если груша меня сразу как-то оттолкнула, то есть я там чувствовала какую-то вот такую нотку, не могу даже объяснить, вот которая меня прям раздражала. Здесь такого нет. Здесь мне очень нравится. Что-то напоминает мне от Дольче Габбана Light Blue. Чтобы немножко отголоски Герлен, вот так в Аква Аллегория, тоже что-то похожее. И я думаю, что по концентрации тоже у них примерно в одном направлении. Ну, приятно. Такая коробочка, оформление классное. Как вам этот аромат, тоже напишите. Давайте следующее посмотрим, что там у меня. А то, что я долго. Что у меня там еще есть? Смотрите, какую я интересную штуку заказала. Это, нет, это не дезодорант. От Байреда. Это парфюм для волос. Я, честно говоря, не видела, что он идет в таком формате. Так-ка, давайте нанесем. Ой, пшикнула. Прямо на лицо. Парфюм для волос, вы знаете, после Лиры, после вот Миста для волос от Ксержов Лира, мне очень понравился этот формат. Я, честно вам скажу, у меня нет ни одного аромата от Байреда, и я хотела с чего-то начать. Но вот каждый раз, когда я прихожу в парфюмерный магазин, я не чувствую этих парфюмов. Дохожу до дома, они уже улетучиваются с блотера. Я примерно понимаю, что это нестойкие ароматы. Может быть, не все, но вот те, на которые я обращаю внимание, они в основном нестойкие. И я решила начать с аромата пустынный признак, Mojave Ghost, да, по-моему, правильно так произносится, и купить его вот в такой вот концентрации. Посмотреть, как мне, если мне понравится, то буду дальше продолжать свое знакомство. Я его наверняка уже тестировала в магазине, но вот хоть убейте, я его не помню. Не помнила и не помню, но сейчас я уже с ним познакомилась, и вы знаете, как я удивилась. Хорошо, что я его не купила вот вслепую, да, я иногда это практикую. Хорошо, что я этого не сделала. Почему? Потому что, боже, он, мне он в один в один пахнет ароматом вот так снила ирис парчелана. Вот моим ирисом парчелана просто вот эта фиалковая свежесть, но как будто бы, знаете, еще напоминает мне какой-то аромат. Я думала эти дни, потому что я его уже наносила, и потом поняла, он мне еще похож очень на аромат от... Я прикреплю обязательно картиночку, как вот с цветочками крышечка. Помните вот этот парфюм? Вот на него очень похож. С разноцветными цветочками, с белыми цветочками есть крышечка. Надо посмотреть, кстати, на что он напоминает этот парфюм, но я больше чем уверена, что его сравнивают с ирисом парчелана, но если не сравнивают, то это странно, потому что они очень похожи, очень похожи. Я люблю аромат, ирис парчелана от Аксниила, и, конечно, мне это тоже очень понравился. В формате миста для волос, хотя здесь не написано, что это мист, это парфюм для волос. Мне классно, я прям вот с удовольствием нанесла. Я думаю, особенно, когда потеплеет, когда уже будем ходить без шапок, и вот волосы на ветру, и вот запах вот этим вот свеженьким, таким фиалковым, фиалково-ирисовым, даже таким сладеньким ароматом цветочным. Но, знаете, может быть, даже не ирис, а в большей степени это фиалка. Фиалка и какие-то белые цветы. Надо посмотреть пирамидку, но я уверена, я сейчас еще раз пшикну, я уверена, что здесь есть фиалка. Пахнет прям ирис парчелана. Ну, я быстро его, мне кажется, из расхода. Он недолго держится. Кстати, в отличие от лиры, от ксержов. Вот. Тот мист для волос стойкий. Вот прям на следующий день вот так волосы нюхаешь, и они пахнут. Да, мне здесь положили, помимо того, что я заказала себе интересные пробники, мне еще в подарок положили, догадайтесь, что правильно, мне положили Ангелина, Ангелин, или как он правильно? Будем знакомиться, потом более подробно вам расскажу. А здесь у меня, знаете что? Здесь у меня, друзья мои, флорайку Dream of Paris. Здесь у меня флорайку Between the Threes. Я уже успела его послушать, и могу даже с вами поделиться. Здесь у меня самый дорогой пробник. Я не помню, сколько он стоил на рандеву. Это аромат Бодичели. Бодичели, да? Зиктория Бодичели. Героиня парфюм называется. Тоже, знаете, меня как удивило. Во-первых, он мне напомнил аромат от The House of Food. Я напишу название. Поразительное сходство. Какие-то фрукты, я мармеладки в нем услышала. Да, раскрытие интересно, он очень долго держится, но это не уникально для меня. Хотя вот когда я его первый раз тестировала, мне показалось, вау, как это суперски пахнет. А теперь мне кажется, что я такое уже где-то слышала. И вот The House of Food, вот этот аромат, про который я говорю, он у меня тоже в хотелках. Это знаете, какой аромат? Помните, там, где табачность, там, где малина. Как он называется? Этот парфюм вылетел из головы. Вот. Только здесь без табачности, здесь много фруктов, ягод. В пирамидке вот мультифруктовость изображают. Вот мне так пахнет. Я не смотрела, не знаю, что тут заявлено, но мне кажется, если бы я его отгадывала вслепую, я бы даже подумала, что это какой-то люксовый аромат, который, вы знаете, такой сладкий-сладкий компотик. Единственное, что его выдаёт, это такая немножко глубина, густота и глубина, потому что он не уходит в мускусы, он не уходит в какую-то такую базу лёгкую, а он, наоборот, как будто бы раскрывается всё глубже и глубже. Слышу в нём в глубине даже где-то груша, как будто бы есть. Ну, такое, для меня это очень фруктовый аромат, очень классный, конечно, но я не уверена, что я хочу за него заплатить, вот столько, сколько он стоит. И два аромата от Флорайко. Я присматриваюсь сейчас к этому бренду. Я очень удивилась, не буду долго, потом подробнее поговорим. Вот аромат Between Two Trees мне очень напомнил парфюм. Вот как будто бы, знаете, смешали, для меня это ирисовая композиция, ирис с ветивером. Вот пахнет, как будто бы моя молекула плюс ирис. И аромат от Atelier Materie, вот последний мой, который я приобрела, тоже про ирис. Вот как будто бы их смешали, какая-то кожа немножко слышится, как будто бы вот, ну, классно, мне понравилось, как он звучит, но тоже не было какого-то вау-эффекта, потому что очень знакомое направление, и как будто бы вот, как что-то действительно, какая-то вот вещь, как будто я ее уже где-то слышала. А вот аромат Dream of Paris, он меня удивил, потому что я, ну, честно вам скажу, такого ранее не слышала. Мне он показался интересным. Кто-то мне, по-моему, из вас его советовал. Я его еще буду разнашивать. Мне здесь тоже слышится некая фруктовость, кисленькое что-то такое, такое ощущение, что есть яблочко в этом аромате. Ну, интересно, вот что-то зеленушечка, а база, база непростая. Вот база мне даже больше понравилась, потому что, потому что я слышу в нем, вот эта какая-то зелень, да, появляется, которая мне напоминает то ли лист инжира, то ли какой-то вот, ну, такой вот, знаете, интересный. Вот этот аромат интересный, то есть он мне ни на что не похож. Да, давайте распакуем аромат. Распакуем парфюм от Tom Ford. Я заказала, это моя слепая покупка. Опираясь на ноты, я решила рискнуть. Помимо того, что я опиралась на ноты, я не скажу, что здесь какие-то уникальные для меня ноты. Здесь белые цветы заявлены в сердце аромата, здесь смолистая база, но классные отзывы про этот парфюм. Вообще, говорят, что он такой аромат на каждый день, аромат свежести, чистоты. Если у кого-то есть, обязательно поделитесь своими впечатлениями. Я скажу вам так, что меня настолько впечатляет вот эта белая замша от Tom Ford, которую я ношу. Вот каждый день я себя останавливаю, перед выходом нанесу, потом думаю, блин, надо же другие парфюмы тоже разнашивать. Тянется к нему постоянно рука. Вот эта белая замша от Tom Ford, она мне заменила мой любимый Но от Кошарель. И вот эта замша, которая там заявлена, которая мне пахнет воском, она мне так нравится в сочетании с белыми цветами. Но сейчас не о ней. Видите, я как переключилась. Сейчас вот об этом аромате. Это формат 30 мл. Давайте его откроем. Есть риск, это цветы апельсина, которые я не очень люблю, но я надеюсь, что они мне здесь не помешают. Негде уже мне познакомиться с этим ароматом, поэтому мне захотелось такая серебряная коробочка. О, прям белый такой флакон, да? Белый, непрозрачный. У меня пополнение в моих белых флакончиках. Это 30 мл. А белая замша у меня 50. Такой маленький. Крошка. Вот так вот он смотрится посолиднее, когда его вот так вот вытаскиваешь, да? Он совсем маленький. Ну что, давайте пробовать. Я, правда, нанесла уже бодичели, наверное, сейчас ничего не услышу. Поближе вам покажу. Посмотрите, какой флакончик. Аккуратненький, беленький такой малыш. Ну, знаете, такое ощущение, как будто бы немножко это не хватает. Вот бывает, маленькие флаконы очень органично смотрятся, а этот какой-то, знаете, как будто его обрубили полфлакон. Как вам? Ну, что-то не то, если честно. Ну, ладно. Для знакомства, вдруг мне вообще не понравится этот аромат. А 30 мл, это довольно-таки, ой, это довольно-таки удобный формат. Я буду наносить, я, конечно, молодец. Я сначала нанесла Байреда, Мохави Гост, всего понаносила, а теперь вот буду пробовать новинку свою, слепую покупку. Все, наношу, друзья мои. Холостые пшики. Нежненько. Подождите, не чувствую пока ничего. Да, белые цветы. Первое, что слышу, ну, слушайте, приятно, приятно. Это такой аромат белой рубашки. Это аромат чистоты. Это прям мыльный такой парфюм. Пахнет мылом, если честно. Пахнет. Такая струя. Мне нравится, когда распыление такое объемное, а здесь такое... Ну, плохого точно ничего не скажу. Слышу, вот цветок апельсина слышу, но чувствуется, что он тут полуразбавленный. Есть немножко какой-то кремовости и какой-то... Вообще, база у этого аромата очень интересная. Там заявлена смола, ваниль и лапдан. Поэтому он такой непростенький парфюмчик про белые цветы. Но я вам честно скажу, мне нравится. Вот сейчас он начинает раскрываться. Фу, эффекта точно нет. Я сто процентов буду его носить. Ну, потому что я, в принципе, люблю такие ароматы. Мне нравится вот эта вот история про ароматы чистоты. Какая-то вот в нем внутри, знаете, он еще не раскрылся до конца. Такая деликатная сладинка. Вообще, ну, более подробно давайте я вам с вами потом буду делиться, потому что сейчас первое впечатление положительное. Мне нравится. Супер. Вообще, я довольна. Посмотрите, красиво к оформлению. Ну что, показать вам сначала подарки, которые я заказала для Димы и для мамы, или сразу к самому главному аромату этой коробочки. Давайте с подарков начнем. Я заказала маме аромат от Иссе Лоран Либра. Только единственное, я хотела версию интенс свою любимую, но так как там был только большой формат, я посоветовалась с мамой. Мама говорит, давай попробуем Eau de Parfum. Не заказывай большую, я ее просто не сношу. Ну, вот решили Eau de Parfum. Я надеюсь, что ей тоже понравится. Не знаю, открывать, не открывать или подарить. Я, наверное, не буду открывать. Потому что это же подарок. Не буду. Я потом вам подробнее расскажу, ладно? Свои впечатления. Маме сначала подарю на 8 марта, а потом уже поделюсь с вами. Ну и еще один аромат, который я заказала на 23 февраля Диме. У него закончился мой МЧС и это новый флакон. Я заказала в таком же формате, потому что мне очень нравится. Я тоже с вами делилась. Не буду тоже его распаковывать, пусть он останется. Классный парфюм. Он у меня, наверное, на втором месте. Ну, если по местам расставлять, да, после Том Форда, после аромата Амберлеза. На самом деле, на самом деле классный очень парфюм. Здесь сочетаются и древесные ноты, и кожаные, и зеленые. Кому-то он пахнет елочками, мне вообще не пахнет елочками. Для меня это просто такой свежий, бодрящий. Ну, такой он какой-то, он стильный аромат. Вот про него хочется сказать. Он стильно пахнет. Я могу смело порекомендовать, если кто-то в поисках и со мной вкусы совпадают вот для своих мужчин. Мне даже иногда самой хочется его нанести, потому что мне очень нравится этот парфюм. Знаете, это тот момент, когда вы на прощание обнимаетесь со своим любимым человеком, и на вас остается этот аромат, и потом вы еще полдня слышите, как это пахнет. Классный. Вообще, Моннинг Чес от Вильгельм Парфюмери. Самый любимый, наверное, от этого бренда у меня аромат. Смотрите, что я еще заказала. Это кисточка. Кисточка от Миши Ведяева. Нашумевшая такая вещь. Неоднократно слышала про эту замечательную, вообще про кисти от Миши Ведяева. Если вы пробовали на рандеву, они представлены, и я вот в этот раз решила себе заказать. У меня как раз моя кисточка лезет, вот которую я наношу румяна, которым я наношу бронзер. Вы знаете, у меня на самом деле я, естественно, никакой не бьюти-блогер, и у меня нет, у меня немного косметики, но я люблю мало, но чтобы она мне доставляла удовольствие. И кистей у меня тоже немного. У меня вот для сухих продуктов одна, та, которую я наношу тональную основу, и, собственно говоря, для теней. Все, у меня три кисточки. На самом деле, я в этом плане очень сдержана. Смотрите, как оформлено. Ну, во-первых, в коробочке, да, здесь вот такой вот чулочек, пил, и сама кисть необыкновенно мягкая. Друзья мои, какая она мягкая, боже мой, это просто невероятно. Какая она мягкая. Мне нравится цвет. Вы знаете, я ей, конечно, попользуюсь. Блин, какая она классная. И если она действительно суперская, то я все свои кисточки, все свои три кисточки заменю на вот эти, от этого бренда. Да. Классная. Ничем не пахнет. Я не знаю, натурально это или нет. Честно говоря, такой специалист в этом, что меня лучше не слушать. А, вот состав кисти. Кукурузное волокно. Имитация натурального борса и дерева. Ну, вот кукурузное волокно. Никакая зверюшка не пострадала. Ну, что, остался главный аромат, ради которого, собственно говоря, я и заказывала эту посылку. Знаете вообще, как я эту посылку заказывала? У меня февраль, такой месяц, не знаю, как у вас, эмоциональный спад. Мне хочется смотреть какие-нибудь старые фильмы, романтические, желательно, фильмы. Мне хочется быть дома побольше, знаете, вот вечерами. И как-то таким вечером я сидела, у меня не было настроения. Я включила фильм «Дневник Бриджит Джонс». С удовольствием вообще словила от этого фильма. Я столько раз его смотрела, и такие родные актеры, и вот эта песня в начале фильма не могу. Ну вот было такое настроение. Я вам потом, кстати, в конце февраля расскажу про свои фавориты, и расскажу вам, что этот фильм меня потом побудил посмотреть еще несколько других фильмов с этими актерами, и один из этих фильмов просто запал мне в душу, и он войдет в эти фавориты февраля, я обязательно с вами поделюсь. Вот я такая вся сижу, смотрю этот фильм, у меня грустное настроение, я листаю то фрагрантику, то рандеву, смотрю, читаю, и увидела, что он какое-то время пропадал, этот аромат. Сейчас вы поймете, я с вами делилась. Вы, наверное, когда уже это видео будете смотреть, я уже не удержусь, и с вами поделюсь в телеграм-канале. Это аромат Бушерон Ирис де Саракуза, если я правильно прочитала. Вот он, мой красавчик. Какое-то время его не было на рандеву, и я его увидела, и тут же кинула в корзинку и заказала. Вот. Ну что, я отодвину, можно вот эту коробищу? Все, у меня там ничего не осталось. Да, ничего не осталось. Давайте распакуем. Я хочу разделить с вами свои первые впечатления. Я его слушала, я делилась с вами тоже, что, ну, во-первых, он у меня в хотелках был, он попадал в мой виш-лист, и я в каком-то видео рассказывала вам, что планирую его приобретать. Вы знаете, я неравнодушна к ирисовым ароматам, и я от вас же слышала неоднократно, что это один из лучших ирисов. И если мне нравятся ирисы в парфюмерии, то вы просто должны попробовать этот парфюм. Я, знаете, я, знаете, такой вопрос себе задала. Может быть, это будет мой последний ирис? Может быть, уже надо остановиться? Может быть, уже хватит на тему на эту размышлять, и пора переключиться. Но я помню свои впечатления, когда я в магазине его послушала, что мне показалось, вот знаете, как бывает, ароматы многие с нотой ириса, они как-то между собой перекликаются. То ирис с фиалкой, то ирис с древесной, то ирис с кожей. Но когда я нанесла вот этот аромат, мне показалось, что он ни на что не похож. Не знаю, может быть, это такое самовнушение. Мне, кстати, сейчас очень пахнет Том Форд и пахнет цветком апельсина. давайте будем открывать наш бушерон, а то я так долго с вами болтаю. У меня здесь, у меня точно нет волнения. Вот если, когда я открывала Том Форд, немножко волновалась, здесь нет, потому что мне этот аромат понравился, и я думаю, что он меня не разочарует. Во-первых, здесь есть тирис, есть гелиотроп, мой любимый, и груша на старте. Ой, так, давайте. Вау! Посмотрите! Боже мой! Боже мой! Какая-то красота! Я не могу! Ну, посмотрите! Ну, посмотрите вы на это! Вы только на это посмотрите! Какой флакон! Слушайте, как красиво! Как красиво! Обалдеть! Поближе вам показываю! Посмотрите, как вот здесь вот наверху сделано! Да! Это красиво! Ну, так он не пахнет! Слушайте, а куда я буду наносить? Я тут уже со всех сторон обшикалась! Куда мне нанести? Давайте, может, я в коробочку чуть нанесу? Это вообще, это кайф! Нет, я точно никогда не смогу пройти мимо ирисов! Нет, я его хочу на себя нанести, я так не могу! Слушайте, какое распыление, да! вот здесь помада, вот здесь на старте я слышу сразу помаду! И помаду, вот конкретную, она чем-то похожа мне, вот это звучание мне очень напоминает аромат от Фредерика Мали, о котором я давно мечтаю, вот этот старт мне очень похож на ирис пудре от Фредерика Мали, вот так! Это та же самая помада, мамина помада, и вы знаете, так интересно, несмотря на то, что груша заявлена на старте, сначала стартует ирисом, вот помадным, а потом начинает раскрываться грушей и сладким цитрусом. Как вкусно! Ой, не могу, как вкусно! Ну, это все, это любовь, вот это точно, я вам говорю. Ой, как приятно! Я хочу им прям облиться, я хочу им прям, я хочу сегодня им пахнуть. Так, мне главное в глаз себе не пшикнуть, как я обычно это делаю, и можно обливаться. Вот, за что я люблю такого плана ароматы, ты можешь много пшиков нанести, тебе приятно, ты это чувствуешь, я тебя и шлейф. Все, это, спасибо всем, кто мне писал о том, что Елена, обязательно послушайте бушерон, видите, как я долго собиралась, но теперь он у меня, и это классный аромат. Поэтому я тем девочкам, у кого со мной вкусы совпадают, и мальчикам, могу смело рекомендовать, и это стопроцентное попадание. Несмотря на то, что все ирисовые ароматы плюс-минус между собой чем-то да похожи, хотя для меня они все разные, вот все, которые у меня есть, они, честно вам признаюсь, они все для меня разные. Если вы думаете, что я собираю одинаковые ароматы, вы заблуждаетесь. Мне, кстати, недавно в комментариях написали о том, что пора переключаться. На что переключаться, друзья мои? Ну, мне нравится это направление, но я даже не считаю, что это направление, я считаю, что все ирисовые ароматы они разные. И вот эта интерпретация ириса, да, когда он одинаковый, вот допустим, ирис только, к примеру, такой вот, как он звучит, вырез в молекуле, ирис, молекула плюс ирис, все, я заговариваюсь, пора закругляться, то да, может быть, это и неинтересно. А если это ирис, как вонора де лайтс от Экснила, или если это ирис вот такой, помадный, у меня еще такого не было, мне кажется, у меня такого нет, с грушей, в сочетании с перчиком таким на старте. Кстати, перченость, ой, слушайте, как это, вот сейчас, главное, так интересно, ой, не могу, я хочу с вами поделиться, мне эмоции переполняют, так интересно, вот этот перец, он только сейчас начинает проявляться, сначала помадный, кажется, как будто аромат даже жирненький, а потом он начинает раскрываться грушей, какими-то сочными такими аккордами. Я единственное знаю, что он не очень стойкий, этот аромат, потому что я несколько раз тестировала в магазине, я знаю, что он стойкостью не славится, ну и что, мне все равно, мне все равно, потому что мне он очень нравится, мне, во-первых, нравится оформление, нравится этот флакончик, сейчас пойду его поставлю, все, мы с вами распаковали целую посылку, вот такую коробищу. Я надеюсь, что вам было интересно, что-то мне жарко, почему мне жарко, у нас, наверное, потеплело на улице, вообще уже чувствуется, уже что, несмотря на то, что у нас эти дни стояли, несмотря на то, что эти дни стояла холодная погода, все равно, вот у меня есть уже ощущение, что зима подходит к концу, и даже, знаете, немножко где-то мне грустновато, потому что я зиму тоже люблю, я ее тоже люблю, вот эти вот вечера темные, знаете, со свечкой, за просмотром какого-нибудь фильма, обожаю, есть в зиме, надо только уметь, надо только уметь получать от этого удовольствие, я себя прям вот заставляю, мне кажется, что сейчас такой современный мир, он очень, он очень динамичный, очень быстрый, и мы все немножко такие на взводе, все на взводе, мы все немного нервные, и для нас эта зима, как будто бы мы должны что-то делать, а холодно, или, допустим, темно, мы много чего не успеваем, из-за этого мы как будто нервничаем, а мне, кстати, где-то попадалось то ли интервью, где-то, либо я читала, что надо просто успокаиваться зимой, и, знаете, как немножко так в спячку впадать, и вот тогда, тогда будет душевная равновесие, тогда будет все хорошо, я очень рада, что вы со мной разделили эти мои первые эмоции, надолго с вами не прощаюсь, как всегда, желаю вам всего только самого доброго, и до новых встреч, мы скоро увидимся, пока-пока.